В этом году достаточно большой объем коммуникации был заменен. Это на самом деле напрашивалось неправильно, что это меняется. Вызывают вопросы некоторые другие обстоятельства, то есть как это делается. Есть определенный срок по работам, по восстановлению дорожного полотна. Вот здесь знаем, что, возможно, была какая-то авария, наверное, порыв устранили, но дорожное полотно достаточно долго не восстанавливается. Поэтому и хотим понять, когда это будет, собственно говоря, исправлено и не будет создавать трудности для автомобильного транспорта. Смотрите, вот по данному адресу ситуация такая, здесь было повреждение на ТПО. Мы все одновременно с этим здесь установили узлы учета, так как у нас сейчас в компании появился новый диспетчерский центр, диспетчерский пункт, на котором на экранах будет видно все показатели по правопроводу. Вот, поэтому здесь повреждения устранили, узлов учета установили. Сейчас необходимо будет, вот в короткие сроки мы здесь камеру построим, поэтому не засыпался. Просто здесь блоки лежат, выстроится камера, чтобы, возможно, был доступ к узлам учета. А? Что за камера? Текловая камера. Ага, ага. Вот, и все, и здесь закатаем все у нас. У меня еще один вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это вообще просто замечательно, и мы все очень рады тому, что вот такие нововведения вы будете делать, да? Но в течение практически уже трех недель вот эта яма создает очень серьезные препятствия для прохождения нормального трафика автомобиля по этому участку. Скажите, у меня было бы такой возможности в течение этих недель делать хотя бы временное покрытие или хотя бы постоянно подсыпать вот эту яму. Здесь дело в том, что образуется постоянная пробка. Нас, как общественность города Саратов, интересует, почему нельзя для удобства водителей и для людей, которые живут в этом районе, временно закатать эту яму. Это же не такие большие деньги, но вы создаете себе отрицательный пиар. Просто делая на 99% шикарную, хорошую работу, вот этим вы смазываете тот эффект, который от этой работы. Да, я с вами входит согласен. По данному адресу обязательно исправим, что до конца недели. До конца недели мы рассчитываем, что, то есть до воскресенья, условно говоря, до пятницы. Да, да, до пятницы, ну, максимум 120. И ту яму тоже будет, которую дальше по рабочей дороге. Да, конечно. То есть вы это устраиваете. Ну, собственно, это единственное, что вы хотели от вас слышать. Ну, пожалуйста, посмотрим, вот эту, потому что мовую, по-моему, совсем, потому что менялась летом, правильно? Ну, швы еще даже, да. Совершенно новая труба. Свежайшая. В чем была проблема, в церкви, потому что буквально недавно, в выходные, по-моему, был порыв. Это именно новая труба была? Нет, здесь порыва не было. Здесь установка узлов учет также для нашей диспетчерской, для новой. А было повреждение на внутриквартальных сетях. То есть то, что происходит подсоединение, да? Там, видимо, износка, у проекта, у нас. Да, менялась именно там. Здесь просто под эту установку повреждения не было. А откуда еще в страну? Ну, скорее всего, там, возможно, холодная вода как-то подтапливает. Там повреждений уже нет, то есть, вы скажете. Ну, хорошо. На самом деле, вода течет, она не писается. Вода течет при личной струе. Это горячая, что ли? Нет, это холодная? Вода холодная. Парит, потому что нагревается от трубокровки. Там в канале температура у себя. Ну, это же вода холодная. Не очень ненормальная. Ненормальная. Это ваш коммуникационер водоканал? Вода. Нет, ну тогда сейчас получается, что... Нет, я точно не могу утверждать, чья вода, ты что, можно делать анализ. Если прибор учета даже установить и закопать, то потом водоканал уже будет расставаться. Сейчас нет. Нет, ну, я не скажу, что здесь вот так. А дальше? Да, да. А здесь когда планируется завершение собственного установки прибора учета и закрытия? Строительство камеры для доступа к узлам учета. Вот, строительство камеры очень долго. Ну, там, в течение следующей недели, когда асфальт будет все готово. А вот такое сотрудничество между вами и КВС-ом нет. Я почему говорю, потому что сейчас он уже обнаруживается, если где-то что-то подсекает из учета, и это не ваша коммуникация. То есть вам нужно их известить, чтобы они, чтобы они, да, ну, как это называется, межведомственное взаимодействие, чтобы они тоже подключились. Если это их, ну, какая-то проблема, то устранили, если это... Да, конечно. Ну, мы всегда направляем. У нас только канал, и мы постоянно организация, как и в какой-то момент.